Продолжение следует... 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 СТ «Нижний Горец», обнародуя на официальном сайте на портале правительства, вступает в силу со дня его принятия. Есть ли вопросы по данному проекту решения? Кто за то, чтобы данное решение принять за основу и целом? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против, воздержались. Решение принято. Коллегия о законодательной инициативе по внесению в Государственный совет Республики Крым проекта закона Республики Крым о внесении изменений в статью 28 закона Республики Крым об основах местного управления Республики Крым. Мы с вами подобный проект решения принимали, вносили законодательную инициативу в Государственный совет, поступили отзывы от представительства президента и от остальных служб, в том числе правового управления Государственного совета и Совета министров, где нам предложено было уточнить законопроект, что мы сделали. Предлагается внести в Государственный совет Республики Крым проект закона о внесении изменений в статью 28 закона Республики Крым об основах местного управления Республики Крым, касающейся уточнения дополнительного отпуска лицам, за обмещающим муниципальные должности, назначим представителем районного совета Шантаева Романа Сергеевича контроль за выполнением над Шантаева Романа Сергеевича. Настоящее решение вступает в силу, за дня его принятия. Кто за то, чтобы данное решение принять за основу и в целом, пришел голосовать? Спасибо большое. Против. Воздержались. Решения приняты. О плане работы Красногвардейского района Совета Республики Крым на второй полугодии 2017 года. Пожалуйста, Алла Борисовна Ютина, председатель Красногвардейского района Совета. Добрый день. В плане работы Красногвардейского района Совета Республики Крым на второй полугодии 2017 года включены вопросы, вносимые на рассмотрение заседания районного совета, вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях, публичных слушаниях, вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях районного совета депутатов и заседаниях постоянных комиссий во втором полугодии 2017 года следующие. Это вопросы управления и распоряжения имущества муниципального образования, о бюджете муниципального образования и его исполнении, о поступлении налогов и сборов на территории района, об определении эффективности использования бюджетных средств в муниципальном образовании, об отчетах депутатов Красногвардейского районного совета, о порядке размещения сведений о доходах-расходах, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, о публичных слушаниях и многие другие. На заседаниях постоянной комиссии по экономической и социальной политике и муниципальной собственности планируется в августе месяце рассматривать вопросы об обеспечении условий при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования, а также о проведенных мероприятиях по организации отдыха и занятости детей и подростков в дни школьных каникул. В ноябре на заседаниях комиссии планируется заслушать вопрос об итогах социально-экономического развития муниципального образования. Основными вопросами на взаимодействии постоянной комиссии по аграрной политике и природопользованию, промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству в сентябре-октябре 2017 года, конечно, будут об итогах уборки урожая в районе, о готовности объектов и служб жизнеобеспечения к функционированию в осенне-зимний период и другие не менее значимые вопросы. Рассмотрев поступившее предложение о реформировании плана работы на второе полугодие 2017 года, есть предложение ориентировочно прилагаемый план работы утвердить? Коллеги, есть ли вопросы по данному плану работы? Предлагается утвердить план работы Ксеновецкого районного совета Республики Кжим на второе полугодие 2017 года. Продолжение контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджетской деятельности, вместе с управлением защитой прав граждан и взаимодействием с общительными организациями, настоящее решение обнаружено на специальном сайте муниципального призывания, вступая силы со дня его принятия. Кто за то, чтобы данное решение принять за основу и целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержались. Решение принято. О внесении изменений в решение Ксеновецкого районного совета Республики Крым о бюджете муниципального призывания Ксеновецкого района Республики Крым в 2017 год. Информация Игоря Васильевича Лосинского, начальника финансового управления и администрации района. Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. Вашему вниманию изменения, которые необходимо внести в решение военного совета от 30 декабря 2016 года о бюджете муниципального образования Ксеновецкого района Республики Крым в 2017 год. Начнем с доходной части бюджета. Планы налогов и налогового поступления доходов изменения не вносятся. Изменения касаются только межбюджетных трансфертов. И так подробно. По администрации Красногвардейского района планируется увеличить план по субсидии, предоставляемой в 2018 году из бюджета Республики Крым на обустройство спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО на общую сумму 2 миллиона 701 тысяча 600 рублей. В том числе расположение объектов ПГТ Красногвардейское, Центр культуры и спорта юность, Красногвардейское сельское поселение, поселок Видное, Петровское сельское поселение, село Петровка, сквер по улице Горького, Октябрьское сельское поселение, ПГТ Октябрьское, парк Победы, Колодезянское сельское поселение, село Колодезное, улица Ленина 41Б. Также по Департаменту труда и социальной защиты населения администрации Краснодарского района Республики Крым планируется внести изменения в субвенции следующим образом. Увеличить на 434 тысячи 336 рублей и осуществить перераспределение субвенции. Увеличить субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 93 тысячи 663 рублей. Также увеличить по субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 340 тысяч 673 рубля. По управлению образованием администрации Краснодарского района Республики Крым увеличить план по субсидии на организацию проведения комплекса мероприятий, направленных на установку поддержания и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях на сумму 400 тысяч. 157 270 рублей. По отделу культуры администрации Краснодарского района Республики Крым на основании письма 5 июля 2018 года также решение Петровского сельского поселения о передаче полномочий Петровского сельского поселения Краснодарского района Республики Крым на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы структурного подразделения Краснополянский сельский клуб. и в соответствии с заключенным соглашением между Минкультом Республики Крым и Администрацией Краснодарского района Республики Крым увеличить осигнование на сумму 15 тысяч рублей по целевой статье «Расходы на осуществление полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения условиями организации культуры, дворцами и домами культуры, клубными учреждениями». Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности перед поставщиками и, соответственно, приложение 1, приложение 3, приложение 8, приложение 9, приложение 10, которые являются неотъемлемой частью решения о бюджете, будут изложены в новой редакции согласно выносимых изменений. На этом все изменения, закон убил решение о бюджете и исчерпались. Коллеги, вопросы по проекту бюджета? Проект бюджета был рассмотрен на соответствующей профильной комиссии, был поддержан. Внести в решение Краснодарского района Республики Крым от 30 декабря 2016 года номер 452 о бюджете муниципального образования Краснодарского района Республики Крым на 2017 год, следующие изменения, которые были озвучены начальником финансового управления. Настоящее решение публиковать в газете «Официальный вестник» и распределить на официальном сайте на портале правительства «Тупа от силы» со дня его опубликования. Кто за то, чтобы данное решение принять в данный момент, в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержались. Решение принято. Спасибо, Игорь Васильевич. Об утверждении положения о гарантиях осуществления полномочий главой муниципального образования Краснодарской районной Республики Крым председателем Краснодарского районного совета. Пожалуйста, Игорь Шпиднов, начальник отдела по обеспечению деятельности главы муниципального образования и районного совета. Уважаемые депутаты Краснодарского района совета, вашему вниманию предлагается проект положения, который определяет основы гарантии осуществления полномочий главой муниципального образования Краснодарской районной Республики Крым. Данный проект разработан в соответствии с положением федерального закона 131-го об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, закона Республики Крым номер 54 ЗРК, об основах местного самоуправления Республики Крым, а также федерального закона номер 25 ФЗ о муниципальной службе в Российской Федерации, с учетом нормы, устанавливающей, что гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования не должны быть ниже гарантии лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы. На период пребывания на посту лицу, избранному на должность главы муниципального образования Краснодарский район Республики Крым, гарантируются условия, обеспечивающие эффективное исполнение им своих должностных обязанностей, защита его прав, чести и достоинства. К гарантиям осуществления полномочий главой муниципального образования относятся 1. Обеспечение условий для осуществления главой муниципального образования своих полномочий, 2. Реализация правотворческой инициативы, 3. Реализация права на обращение, 4. Реализация права на получение информации, 5. Медицинское обслуживание главы муниципального образования и членов его семьи, 6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу главы муниципального образования в связи с осуществлением его должностных полномочий. 7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности главы муниципального образования в период осуществления своих полномочий или после их прекращения, но наступивших среди сосуществления их должностных полномочий. 8. Право на пенсионное обеспечение и получение ежемесячной доплаты к пенсии. 9. Право на дополнительное профессиональное образование. 10. На оплату труда главы муниципального образования. 11. Отдых обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. 12. Обеспечение служебным автотранспортом для осуществления полномочий, а также иными гарантиями, предусмотренными уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым. Коллеги, вопросы к докладчику есть? Спасибо. Удивительное положение о гарантии к осуществлению полномочий главы муниципального образования Крымской района Республики Крым. Прилагается. Настоящее решение подлежит опубликованию газеты «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте на портале правительства. Вступает в силу со дня его опубликования и обнародования. Кто за то, чтобы данное решение принять за основу и в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Воздержались. Решение принято. О внесении изменений в решение Краснодарского районного совета Республики Крым от 15 декабря 2014 года об оплате труда муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Пожалуйста, Мишкин. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект решения, которым предусматривается внесение изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым. Предлагается пункт 2.5 дополнительный с абзацом следующего содержания. Это компенсация за неиспользованный отпуск. А также абзац 4.7 изложить в следующей редакции. В месяце, когда работнику было объявлено дисциплинарное взыскание, ежемесячное премирование работника в данном месяце не производится. Вопросы к докладчику? Пункт 6.6 абзац 5. Исключить абзац 4. Раздела 7. Изложить в следующей редакции. О том, что говорил Миля Шутетна. Подлежит опубликование в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте на портале правительства. Вступает в силу со дня его обнародования опубликования. Кто за то, чтобы данное решение принять за основу и целом? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержались. Принимается. О внесении изменений в решение Краснодарского районного совета Республики Крым от 11 апреля 2016 года номер 314. Об утверждении положения в оплате труда выборных должностных лиц. Пожалуйста, Миля Шутетна. Уважаемые депутаты, предлагается положение в оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым изложить в новой редакции. Я скажу кратко о тем изменениям, которые предлагается внести в это положение. Должностной оклад главы муниципального образования и заместителя председателя районного совета изменяются и устанавливается. Должностной оклад главы муниципального образования устанавливается в размере 39 тысяч. Должностной оклад заместителя председателя районного совета в размере... Вы скажите, чем отличается он? Мы идем на уменьшение. Если у нас предусмотрено было раньше, что должностной оклад был установлен в размере 40 тысяч, он сейчас уменьшается на 1 тысячу и устанавливается в размере 39 тысяч. Должностной оклад заместителя председателя районного совета остается на том же уровне, 32 тысячи. Изменяется размер денежного поощрения в главе муниципального образования и устанавливается в размере 24 тысяч 750. Ранее он был установлен в размере 23 750 рублей. И изменяется размер ежемесячного денежного поощрения заместителю председателя районного совета и устанавливается в размере 11 200 рублей. А также изменяется размер ежемесячной премии заместителю председателя районного совета. Если он был у нас ранее установлен в размере до 35% включительно от должностного оклада, теперь он уменьшается до 30% от должностного оклада. В положении также дополнительным выплатам предусматривается такая денежная компенсация за неиспользованный отпуск при прекращении полномочий, либо освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность. И дополняется пунктом, предусматривающим, что при разделении очередного отпуска в установленном порядке на части, единовременная выплата по желанию лица, замещающего муниципальную должность, производится один раз в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного года. Чтобы данное решение принять за основу и в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержались. Принимаются. Об оплате труда выбранных должностных лиц, Крымский районный совет Республики Крым. Пожалуйста, Мир Шиппин. Данным проектом предлагается установить в соответствии с утвержденным положением об оплате труда выбранных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым установить должностные оклады главе муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым председателю Красногвардейского районного совета Шантаю Роману Сергеевичу в размере 39 тысяч рублей, заместителю председателя Красногвардейского районного совета Ютина Ильи Борисовне в размере 32 тысяч рублей. Установить ежемесячное денежное поощрение главе муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым председателю Красногвардейского районного совета Шантаю Роману Сергеевичу в размере 24 750 рублей, заместителю председателя Красногвардейского районного совета Ютины Али Борисовне в размере 11 200 рублей. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2017 года. Приводим в соответствие с принятым решением. То есть общая сумма, которая у нас оплачивается главе заместителю, еще с прошлого года не меняется. Приводится в соответствие для расчета отпускной больничной, чтобы фонда хватило. Коллеги, кто за то, чтобы установить вышеуказанные должные оплаты и надбавки вышеуказанных лицам, вступает в силу с 1 августа 2017 года, кто за то, чтобы принять данное решение за основу и в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо большое. Против, вы отдержались. Решение принято. О внесении изменения в решение районного совета о вкладе труда лиц, обеспечивающих деятельность учреждения образования культуры и других учреждений. 22 декабря 2014 года, номер 3, дробь 76. Инна Петровна Кузнецова, пожалуйста, заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уголовного муниципального образования районного совета. Кратко. Давайте микрофон никто трогать не будет, кто подходит. И кто уходит, тоже, пожалуйста, ничего не нажимайте. Проектом решения предлагается положение об оплате труда лиц, обеспечивающих деятельность учреждений образования культуры и других учреждений муниципального образования Краснодарской районной республики Крым внести изменения. Значит, доплату за ненормированный рабочий день исключить. Это суд всех изменений. Коллеги, вопросы к доплатчику. Кто за то, чтобы принять вышеуказанные изменения в решении 3, дробь 76. 22 декабря 2014 года проголосовать, принять решение за основу в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо большое. Принято. Воздержали. Против. Решение принято. О внесении изменений в решении районного совета номер 488 от 15 декабря 2016 года о переиспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного управления в 2017 году. Пожалуйста, Инна Петровна. Проектом предлагается уточнить предельный норматив штатной численности работников органов местного самоуправления колодезианского и ромовского сельских поселений. При этом предельный норматив штатной численности муниципального образования колодезианское сельское поселение составляет 5 штатных единиц, муниципальное образование ромовское сельское поселение составляет 6 штатных единиц. При этом предельный норматив расходов на содержание органов местного самоуправления данных муниципальных образований, он не изменился и составляет для колодезянского сельского поселения 3 млн 57 600, для ромовского сельского поселения 3 млн 378 200. Время депутата, есть ли вопросы к докладчику? Кто-то должен принять решение с основой и в целом о внесении изменений в вышеуказанное решение предпределения нормативов. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Воздержались. Решение принято. О принятии полномочия Петровского сельского поселения на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы структурного подразделения Петровского культурно-досугового объединения. Пожалуйста, Инна Петровна. Проектом решения предлагается принять полномочия Петровского сельского поселения Красноводийского района Республики Игрым на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы структурного подразделения Краснополянский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Петровского культурно-досугового объединения Петровского сельского поселения Красноводийского района Республики Крым. Данные полномочия передаются на период с 5 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года. В связи с получением гранта в размере 300 тысяч, о которых говорил Игорь Иосифович, для того, чтобы можно было использовать данный грант и потом передать данное уже оборудование, которое будет предъявлено Петровскому сельскому поселению. Коллеги, кто-то должен принять данное решение за основу и в целом? Пошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Воздержались. Решение принято. О внесении изменений в состав комиссии по распоряжению муниципальным имуществом, пожалуйста, Игорь Иванович. Проектом решения предлагается внести изменения в состав комиссии в связи с изменением должности одного из членов комиссии, в частности Кузнецова. Коллеги, кто за то, чтобы внести соответствующие изменения в принятии основы и в целом? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Воздержались. Решение принято. О внесении изменений в решении Краснодарского районного совета номер 195.07.2015 года о подтверждении перечня должных лиц в полномочности составляет протокол об административных правонарушениях в муниципальном образовании Краснодарской районе Республики Крым. Пунктом решения предлагается внести изменения в соответствующее решение перечня должных лиц в полномочности составляет протокол об административных правонарушениях в муниципальном образовании Краснодарской районе Республики Крым. в части наделения отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций администрации Краснодарского района полномочий по статье 2.1 Закон о Республике Крыма о бездействительных правонарушениях, нарушении тишины и покоя, наделение отдела экономики по статьям 6.1.6.1 с примечанием 1, реализация товаров на оказание или оказание услуг в местах, неустановленных для этих целей, нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, исключение полномочий у отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций по пункту статьи 7.1 нарушение общественного порядка при посещении культурно-зрелищных, физкультурных и массовых спортивных мероприятий. Кто за то, чтобы принять данное решение за основу в целом, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Выдержались. Решение принято. Коллеги, переходим к рассмотрению вопросов по управлению имуществом. Предлагаю в соответствии с регламентом вопросы по имуществу рассмотреть одним блоком. Если будут вопросы, в течение доклада задавать. Кто за данное решение, чтобы рассмотреть одним блоком, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Выдержались. Принимаются. Пожалуйста. Переизжуя Людмила Анатольевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений. О внесении изменений в решении Краснодарского районного совета, о даче согласия на принятие имущества из государственной собственности в собственность муниципального образования 9 февраля 2016 года, номер 275. Добрый день, депутаты и приглашенные. Вашему вниманию предлагается проект решения районного совета о внесении изменений в решение районного совета 9 февраля 2016 года, номер 275, о даче согласия на принятие имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Краснодарский район. В приложении 1 к решению страху 17 бензогенератор Алкем МЖ 650 МЕ, заводской номер ТМ 103-64-37 исключить. Продолжаем. 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 При подготовке данного решения была допущена техническая ошибка в плане указания площади и помещений, которые передается государственным бюджетам УЗ в детском садике Красная Шапочка Сила Петровка, для размещения медкабинета и оказания медико-социальной помощи детям, которые посещают данный детский садик. Для этого мы предлагаем внести изменения в пункт 1.9 решения Краснодардейского районного совета 30 декабря 2016 года номер 468, изложив пункт 1.9 в новой редакции. МВУ ДОУ Детский сад Красная Шапочка, села Петровка Краснодардейского района Республики Крым, нежилых помещений общей площадью 26-38 квадратных метров, литера помещения номер 35, помещения номер 36 и помещения номер 37, расположенных на первом этаже здания по кварталу общественный центр 13, села Петровка. О внесении изменений в решение Краснодарского районного совета 20 апреля 2017 года номер 514, одача согласия на передачу нежилых помещений беззвездное пользование МКУ Центра обслуживания учреждения образования. Поступило обращение директора муниципального казенного учреждения управления муниципального обслуживания об исключении из договора безвозмездного пользования помещения номер 115, расположенного. По улице Энгельста 3 и предоставлено в безвозмездное пользование МКУ Центр обслуживания учреждения образования. Для чего мы предлагаем внести изменения в решение Красногвардейского районного совета 20 апреля 2017 года номер 514, изложив пункт 1 в новой редакции, дать согласие муниципальному казенному учреждению управления муниципального обслуживания на передачу муниципальному казенному учреждению Центр обслуживания учреждения образования безвозмездное пользование, без проведения торгов в нежилых помещениях, расположенных по адресу Красногвардейский район ПГТ Красногвардейская улица Энгельста 3, общей площадью 126,8 квадратных метров и помещения 9,3, 105, 107, 114, 111, 110, с целью обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения Центр обслуживания учреждения образования. Коллеги, вопросы есть по указанным проектам решения? Кто за то, чтобы проект решения 16 по 21 принять за основу в целом? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержались. Принимаются. Переходим к рассмотрению следующего проекта решения об отчете о результатах деятельности главы администрации Красногвардейского района и администрации Красногвардейского района Республики Крым. Информация. Ганадий Владимирович, глава администрации Красногвардейского района. Пожалуйста. Уважаемый Роман Сергеевич, уважаемые депутаты, товарищи, в отчетном периоде деятельности администрации Красногвардейского района была направлена на выполнение тех задач, которые стоят перед исполнительным и распорядительным органом власти и для выполнения поручений поставленных главой республики, Советом Министров, а также тех поручений, которые давались администрации, вами, депутаты, при рассмотрении тех или других вопросов. Одним из главных направлений нашей деятельности является рост экономического потенциала района, что дает возможность вкладывать значительные средства в социальную сферу и устойчивое развитие сельских территорий. Основной отраслью, образующей экономику не только нашего района, но и республики, является агропромышленный комплекс. На сегодняшний день в этой сфере деятельности мы занимаем лидирующее место в республике по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Производством сельхозпродукции занимается около 100 сельхозпредприятий различных форм собственности и более 350 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. На территории района 17 предприятий осуществляют переработку сельскохозяйственной продукции. В 2016 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хозяйств, составляет 7,7 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда или на 18% больше по сравнению с 2015 годом. Сельхозпроизводители Краснодарского района, успешно проведя уборочную кампанию, показали наилучшие показатели в республике. С площади 71 тысячи гектаров было намолочено 274 тысячи зерна, что составляет около 20% республиканского показателя или 1% валового сбора Южного федерального округа при среднем урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур 39 центров с гектара. Должен отметить, что в этом году площадь, посевная площадь увеличилась за счет введения в оборот земель, которые ранее простаивали или были малопродуктивными и составила теперь площадь, предстоящая к уборке, около 80 тысяч гектаров. Этот показатель даст нам возможность достойно представить район в республике по валовому сбору зерна. Наиболее высокие показатели по урожайности ранних сельхозкультур достигают АО «Крымская фруктовая компания». Достаточно сказать, что это предприятие получило среднюю урожайность на уровне 64 центров с гектарами. АО «Дружба народов», НОВА, АО «Дружба народов», АО «СП» «Октябрьская», КФФК и Ассуремская УИЕ. Район является лидером также и по производству технических культур. Основным производителем ягод и фруктов в районе является АО «Крымская фруктовая компания». Достаточно сказать, что каждая вторая ягода произведена на этом предприятии. Мы гордимся, что на нашей территории есть такие сильные сельскохозяйственные предприятия. Важной отраслью развития хозяйства является животноводство. Им занимаются 11 хозяйств. Мы также являемся лидерами по надоле молока на одну корову. Производство мяса за 2016 год составило 34,9 тысяч тонн. Производство мясо-среднины в сельскохозяйственных предприятиях составило 5000 тонн, что на 47% больше 2015 года. Мясо птицы 23,4 тысячи тонн. Это было произведено в акционерном обществе «Дружба народов» «Нова». Также должен отметить, что производитель куриного яйца ООО «СП «Октябрьская» произвело этого продукта 21% от общего вала по республике. Положительная динамика наблюдается и пищевой и перерабатывающей промышленности. На производственную деятельность в этой области направлены усилия 17 предприятий. Хочу отметить, что предприятия Косногурдейского района в реализацию инвестиционных проектов вкладывают свои средства. ООО «Крымская фруктовая компания» посадила более 160 гектаров садов интенсивного развития. На всей площади было установлено оборудование для капельного рожения, построено две скважины и пруд-накопитель. Сельхозпроизводители Крым-Красногурдейского района активно осуществляют модернизацию своих предприятий. На базе ООО «Птицы комплекс «Агро» введен в эксплуатацию комбикормовый завод. Предприятие «Крымский молочник» введено в эксплуатацию новая линия по разрыву молока пластиковой бутылкой. Индивидуальным предприятелем главой КФХ Жаткин введен в эксплуатацию модульный цех по выпуску молочной продукции. ООО «Дружба народовного» осуществила реконструкцию комбикормового завода. Этот проект очень важен, поскольку позволит производить собственные корма для птицы, КРС и свиней. В 2016 году было одобрено 5 инвестиционных проектов, которые реализуются в настоящее время на территории нашего района. Это проект строительства холодильного логистического комплекса общей мощностью на 1500 тонн. Проект строительства фруктохранилища холодильниками на 15 тысяч тонн с регулируемой газовой средой в селе Петровка. Проект строительства фруктохранилища на 30 тысяч тонн с сортировочной фабрикой и производственными линиями в селе Александровка. Проект строительства маслопрессового завода «Урожайнинский комбинат хлебопродуктов». Проект строительства собственного зернохранилища и помещений по ремонту техники в селе Ровное. Должен отметить, что в этом есть и определенная работа администрации. Казалось бы, это бизнес, но работа администрации заключается в том, что мы не просто сохранили, мы укрепили сегодня наше сельхозуправление. Там работают достаточно опытные, квалифицированные кадры, которые осуществляют помощь в работе предприятиям прежде всего. И знаете, вот такая высокая урожайность. Мы в 2014 году вместе с Романом Сергеевичем проанализировали ситуацию и оказалось, что 50% земель обрабатывается средними и крупными предприятиями. 50% земель обрабатывается крестьянско-ферменными хозяйствами, то есть производится за счет мелкотоварного сектора. И оказалось, что урожайность на тех 50% земель, где трудятся крупные предприятия, чуть ли не вдвое выше урожайности в мелкотоварном секторе. Поэтому проводили много научно-практической работы по информированию сельхозпроизводителей новейшим технологиям ведения производства. Проводили заседания круглых столов по каждому сельскому поселению. И это дало свои результаты. Итак, в 2015 году уже средняя урожайность повысилась более чем на 12 центров с гектара за счет роста урожайности именно в мелкотоварном секторе. Эта работа продолжается и в текущем году, и в 2016 году, поскольку это является очень важным аспектом роста сельхозпроизводства. И должен отметить, что некоторые совещания по научно-практической разработке методов ведения хозяйства в некоторых сельских советах продолжались по 6 и более часов. Люди не отпускались тех ученых, тех докладчиков, которые приезжали с целью научить современным методам ведения хозяйства. И результат сказался сам, как говорится, налицо. Еще один очень сильный аргумент для того, чтобы продолжать заниматься этим вопросом, является то, что в 2013 году на территории нашего района, но прежде всего по инициативе, сейчас это председатель кооператива Таврида, депутат районного совета Вавка Вячеслава Владимировича и тогдашнего руководителя администрации Рюмшина Андрея Васильевича, был создан кооператив Таврида, который объединил практически всех производителей сельхозпродукции нашего района. Сейчас этот кооператив имеет очень большую силу, поскольку в него вступают уже люди из соседних районов. Это позволяет кооперативу снижать затраты на вспомогательные процессы для того, чтобы повысить отдачу каждого предприятия. И мы активно поддержим этот кооператив, стараемся развивать его. И вот благодаря тому, что мы совместно с кооперативом работали, в 2016 году нам удалось вернуть более 50 тонн посевного материала, который пытались вывести из кооператива, но отстояли свои интересы и за счет этого получили большой посевной материал, который, конечно же, сыграл свою роль в деле обновления семян. Должен еще отметить, что в 2016 году активно работали мы по привлечению государственных инвестиций в дело развития всех форм собственности сельхозпредприятий. Более 60 сельскохозяйственных предприятий представили 151 пакет документов и получили субсидию на общую сумму 931 миллион 420 тысяч рублей. Плановые показатели составляли у нас на тот момент 266 миллионов, а мы выполнили его на 353 процента. Это благодаря и деятельности администрации, деятельности сельхозуправления, деятельности кооператива. То есть совместными усилиями мы сумели решить этот вопрос. Конечно же, реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности финансами. И должен сказать, что доходная часть была перевыполнена. Мы добились увеличения поступлений более чем на 30 процентов. Расходная часть была выполнена, консолидированная бюджета была выполнена на 99 процентов. Вы знаете, что правительство Российской Федерации, президент правительства Крыма ставит перед нами задачу, одну из главных задач, это исполнение расходной части бюджета. В украинском прошлом такой задачи никогда перед органами местного самоуправления такая задача не ставилась. Каждый расходовал деньги как мог, пытались накопить, пытались заложить какую-то основу для будущих периодов. Но, оказывается, этот показатель очень важен. Почему? Потому что мы, тратя деньги, решаем задачи развития сельских территорий, решаем задачи улучшения жизни каждого человека. Поэтому на этот показатель мы обращали большое внимание. И каждый сельский совет отлично поработал в этом направлении. Я благодарю коллег, председателей поселений за то, что они внесли свой вклад в использование расходной части консолидированного бюджета. Я должен сказать, что перевыполнение бюджета было достигнуто еще за счет того, что была активно реализована работа Межведомственной комиссии по мониторингу рынка труда, легализации заработной платы, трудовых отношений, полноты уплаты налогов и взносов в бюджет муниципальных образований. На заседаниях этих комиссий заслуживались руководители МОПов, руководители акционерных обществ, крестьянских фермерских хозяйств. И мы сумели значительно увеличить налоговые поступления в бюджет района. Очень сложная ситуация у нас была в 2016 году с развитием транспортной доступности для населения района. Это было вызвано тем, что руководитель одного из предприятий, которое осуществляло основную деятельность по оказанию транспортных услуг, отказывался осуществлять полномочия в перевозке льготной категории, и нам пришлось провести большую работу. Здесь тоже была большая поддержка сельских поселений для того, чтобы на территории района стали работать те предприятия, которые уделяют большое внимание в том числе и социальной защите населения. Причем в Красногвардейском районе в мае 2016 года было выдано 19 карт маршрутов регулярных перевозок, и эти карты регулярных перевозок были выданы впервые в республике, до этого такой работы не проводилось. Согласно тех задач, которые ставило нам правительство по выполнению своих полномочий в градостроительной деятельности, а также для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование сельских поселений, были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зондирования муниципального образования нашего района, а также сельских поселений. Работы по согласованию и утверждению схем планирования будут окончательно завершены в 2017 году, согласно плановых цифрах. Должен отметить, что мы активно реализовывали проекты «Жилье для российской семьи», а также выполнили множество работ по капитальному строительству. Это прежде всего электроснабжение дошкольного учебного заведения «Колосок» Новопокровка, капитальный ремонт детский сад «Колосок» на этого же села. Этот садик уже открыт и в настоящее время может принимать 90 дошкольников. Капитальный ремонт детский сад «Лучи Красная Поляна», капитальный ремонт кровли и дома культуры в селе Удачном, капитальный ремонт спортзала и дома культуры в селе Марьяновка. В 2016 году на развитие дорожного хозяйства в наш район зашло 44 миллиона рублей. Эти деньги были освоены. Причем в связи с тем, что некоторые подрядчики оказались недобросовестными, в трех поселениях пришлось перезаключать договора. И с этой задачей мы справились. Деньги были использованы, дороги отремонтированы. В земельном имущественном секторе администрации совместно с главами сельских поселений была проведена инвентаризация земель. Причем, когда была поставлена задача главой республики о проведении инвентаризации земель, у многих эта постановка вопроса вызывала неверие в собственные силы. Но вот именно ваше отношение к делу позволило с честью выполнить поручение главы республики. Причем мы были отмечены Советом Министров как район, который справился с этой задачей лучше всех других. За это большое вам спасибо. И знаете, вот в последнее время очень активно глава республики поднимает вопрос об исполнительской дисциплине. Потому что самое главное, это выполнять те поручения, которые ставят перед нами высшестоящие органы власти, которые ставит районный совет, которые сами мы для себя планируем. И вот выполнение этих задач как раз и есть та работа, которая направлена на улучшение благосостояния и благополучия наших людей. Так вот, смотрите, когда мы вместе, у нас все получается. Мы решили такой серьезный вопрос, как проведение инвентаризации земли. Ну и одно из поручений по результатам прошлого доклада, отчета о деятельности в 2015 году, Вы ставили задачу о проведении работы в части выявления бесхозного имущества. Это имущество у нас есть, причем оно есть только лишь в области здравоохранения. И сельским советом были даны поручения, и сейчас работа проводится, по признанию этого имущества, имеющего хозяина, для того, чтобы мы могли в дальнейшем нормально осуществлять деятельность в области оказания медицинских услуг населению. Большая работа проводилась в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Должен отметить, что в 2016 году в шести поселениях на восьми объектах было освоено около 38 миллионов рублей по ремонту систем водоснабжения. Более практически 2 миллиона рублей было освоено в Октябрьском сельском поселении на ремонт кровли общежития. Разработана схема теплоснабжения Красногвардейского района. Приобретена была коммунальная спецтехника на сумму 16,7 миллиона рублей, что позволило нам открыть впервые в нашем районе предприятие, которое централизованно занимается вывозом мусора. Это значительно облегчило, во-первых, эту работу для сельских поселений, но и прежде всего удалось наладить целостную систему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Все предприятия, занятые в сфере обращения твердых коммунальных отходов, имеют теперь государственные лицензии, и мы превращаемся, как говорится, в цивилизованных граждан. Должен еще отметить, что по 12 многоквартирным домам на общую сумму 41,5 миллиона рублей были выполнены капитальные ремонты по ремонту крови. Красногвардейский район в числе немногих получил паспорт готовности к отопительному сезону 2016-2017 года, и теперь наша задача выполнить такую же работу при подготовке к отопительному периоду в 2017-2018 году. Говоря о деятельности администрации и в целом муниципального образования, нельзя не остановиться на той чрезвычайной ситуации, которая была создана нам фашистами сопредельного государства. Мы с честью справились с этой задачей, и должен отметить, что вот все мы здесь, члены одной партии, партии «Единая Россия», мы все были объединены общей целью. Председатели сельских поселений, администрация, районный совет сделали все, чтобы с честью выйти из того положения, в котором мы оказались, и должен отметить, что на момент начала чрезвычайной ситуации у нас было ноль электричества поставки в район, поскольку неправильно распределили лимиты в Министерстве топлива и энергетики. Но, тем не менее, с помощью и главы республики, и госсовета, мы организовали энергоснабжение, пусть по временным схемам, но, тем не менее, люди имели и электричество, имели воду, имели работающую канализацию. Не повезло нам. В 2016 году в результате прорыва канализационных стоков произошла просадка грунта и частичное разрушение дорожного покрытия на участке Московской трассы возле поселка Красногвардейска. Мы, когда это все случилось, объявили чрезвычайную ситуацию, обратились в Совет Министров для того, чтобы нам оказали помощь, но спустя три часа после оценки ситуации и принятия первых решений, отказались от помощи и в течение трех суток сумели восстановить и работу канализации поселка, и работу этого участка дороги. За это большое спасибо всем тем, кто принимал участие в ликвидации этой аварии, прежде всего главе Красногвардейского поселения Ерохина, руководителю водного хозяйства и его коллективу, также откликнулись на решение этих проблем и в Петровском сельском совете. Вот так нам нужно действовать всегда, когда мы хотим решить задачи. Объединились, распределили обязанности и решили проблему. Должен отметить, что в районе была проведена работа по созданию единой дежурно-диспетчерской службы. Эта работа была организована, и большое ему за это спасибо, прежде всего Шантаеву Роману Сергеевичу, главу муниципального образования, мы за это благодарим. Он большой специалист в области компьютерной техники, знаний современных технологий, и с его участием удалось создать, мне так представляется, одну из лучших единых дежурно-диспетчерских служб республики. Что касается социальной защиты, жителей нашего района должен сказать, что гражданам района предоставляются все меры социальной поддержки, все, что положено государством той или иной группе граждан, все они получают. Образование является одним из основных приоритетов деятельности администрации. И должен сказать, что система образования в Красноградейском районе представлена 31 общеобразовательной школой, в которой обучается 8 280 школьников, и 18 дошкольными образовательными учреждениями, в которых образовательными услугами охвачено 2972 ребенка. Должен сказать, что нами сейчас проводится работа по объединению школ и детских садов для того, чтобы решить задачи, которые стоят перед этой отраслью, наиболее эффективно. Разрешите, учитывая то, что данный доклад обсуждался в комитетах, комиссиях, не заострять внимание на деталях, а сказать лишь то, что в прошлом году в дошкольных образовательных учреждениях создано более 200 мест за счет средств муниципального бюджета. Тем самым мы выполнили поручения депутатов, которые они давали по результатам отчета за 2015 год, об открытии дополнительных групп в детских садах. Также перед нами стояла задача ремонта пищеблоков и ввода в эксплуатацию школьных столовых. С этим мы тоже справились. Найденовская школа, Красногвардейская школа номер 2, Петровская школа, другие школы получили полноценные объекты приготовления пищи и организации питания. Спорт в нашем районе представлен очень достойно. На территории нашего района функционирует Красногвардейская спортивная школа, в которой работает 22 тренера-преподавателя по разным видам спорта. Занимается в 42 группах, 607 учащихся. Я обращаюсь к председателям сельских поселений с призывом, что если у вас в селах сегодня есть люди, которые готовы отдать себя организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории поселений, мы готовы принимать их на работу и готовы вместе с вами оказывать услуги по развитию спорта для нашего народа. Должен сказать, что в мае 2016 года в Сочи состоялись всемирные игры соотечественников, в которых приняли участие порядка 600 детей из 45 стран. Наш район и Крым в целом представляла команда Красногвардейской спортивной школы по баскетболу и заняла на этих играх второе место. Наш борец Сергей Шацилов в апреле этого же года стал чемпионом России и достойно выступил на чемпионате Европы. Должен отметить еще тот факт, что в селе Ульяновка родом из этого села имен Сефершаев у тренера Попенкова достиг высоких спортивных результатов. Он был неоднократным призером и победителем первенства Украины и вот уже в российской действительности стал чемпионом России и серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи по греко-вимской борьбе. Большая работа проводится администрацией по организации досуга и отдыха детей. На санаторно-курортное лечение в детский центр «Артек» «Орленок» и «Смена» были направлены 665 детей, которые получили оздоровление в этих лагерях. Не остались без внимания и дети, оставшиеся без родительского попечения. Мы проводим работу по закупке жилья для сирот, активно также работаем по приобретению жилья для лиц ранее депортированных. В прошлом году было приобретено 7 квартир для данной категории граждан и должен отметить, что работа в этом направлении продолжается. В этом году утверждена общерайонная очередь, которая составлялась на основании предложений сельских поселений и 5 миллионов рублей будет потрачена на приобретение квартир уже и в этом году. Что касается культуры, то это неотъемлемая часть жизни нашего района. В районе действует 47 домов культуры, 51 библиотека, 4 музыкальные школы. Работа в 2016 году, как и сейчас, была направлена на развитие культуры, сохранение обычаев, обрядов, ремесел. И должен отметить, что здесь роль сельских поселений очень важна. И мы в тесном контакте с вами, знаете, вы делегировали нам полномочия, проводим работу в этой области. Укрепляем материально-техническую базу и пытаемся сделать все, чтобы для людей доступ организовывался на самом высоком уровне. Активно у нас работала административная комиссия. Сейчас мы можем концентрировать, что сумма наложенных штрафов составила 106 тысяч рублей. С одной стороны, это хорошая цифра, с другой стороны, ну, не совсем приятно об этом говорить, поскольку раз есть штраф, значит, были нарушения. Должны работать с населением, с тем, чтобы они выполняли свои обязательства перед обществом. И как можно меньше было таких нарушений. Но должен отметить, и вы это все прекрасно знаете, что теперь админ комиссии, центр работы в этом направлении переместился в сельские поселения. Надеемся, что мы с вами здесь найдем понимание, и вы сумеете организовать работу так, чтобы все у нас было ладно и складно. Хочу обратить внимание, что за отчетный период в администрацию района поступило 1067 обращений граждан. Из них 580 письменных и 378 на телефонной линии председателя Совета Министров. Эти обращения очень важны для нас, поскольку это прямая линия и прямой контакт с теми людьми, которые недовольны тем или иным фактом на нашей территории. Мы активно занимаемся решением проблем, связанных с обращением граждан. И я призываю всех председателей поселений бережно относиться к каждому человеку и внимательно выслушивать жалобы с тем, чтобы их было меньше и меньше. В целом, хочу еще отметить, что отчетный период был наполнен яркими и интересными событиями, связанными с праздничными мероприятиями, посвященными Великой Победе, а также всем тем мероприятиям, которые были направлены на то, чтобы мы еще больше знали и любили нашу Родину, Россию. Работа в 2017 году администрации Красногвардейского района продолжается путем интеграции совместных действий с правительством республики и вместе с вами, главы поселений. И надеюсь, что наш труд увенчается успехом, и мы добьемся того, чтобы качество жизни в селах нашего района было лучше. Спасибо за внимание. Готовы ответить на вопросы. Уважаемые депутаты, есть ли у вас вопросы? Главе администрации, спасибо, Владимир Михайлович, за доклад. Уважаемые коллеги, у нас с вами на следующий год, следующие задачи были главе администрации, вот давайте проект решения уже читаю, отчет о результатах деятельности главы администрации Красногвардейского района и администрации Красногвардейского района республики Крым в 2016 году принять в суде. Поручить главе администрации Красногвардейского района решение выполнения следующих вопросов. Обеспечить выполнение отдельных государственных полномочий в части организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных. Обеспечить подготовку документов территориального и градостроительного зонирования, в том числе подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования Красногвардейского района. подготовку генеральных планов сельских поселений района, разработку местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, организовать открытие нового групп детских и дошкольных учреждений района на полный рабочий день, рассмотреть возможность создания районных служб или укрепления существующих показаний ритуальных услуг и услуг по санитарному благоустройству сельских территорий, рассмотреть возможность принятия полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля. и поступило на заседаниях комиссии поправки к данному проекту решения обеспечить бесперебойную работу пассажирских перевозок граждан на территории муниципального образования в каждом населенном пункте Красногвардейского района. Какие будут еще дополнения? Может быть, что-то я еще не учу. Коллеги, кто за то, чтобы с указанными поправками данный проект решения принять за основу и в целом? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Воздержались. Решение принято. Мы с вами рассмотрели все вопросы поездки дня сегодняшнего заседания. У нас по регламенту мы закрываем сессию, надеемся, отпускаем вас на каникулы до сентября. Ну, если вдруг, а я на это все-таки надеюсь, переуполнение бюджета муниципального образования будет достаточным, мы с вами встретимся, возможно, и раньше, для того, чтобы направить средства на социальные объекты. Значит, в 14-ю сессию объявляю закрыто. Роман Сергеевич. Гражданка говорит о том, что с этим случилась беда, и благодаря деятельности депутата районного совета САЦИК Оксаны Ивановны, она смогла решить проблему обеспечения ребенка инвалидной коляске в течение двух дней. Спасибо вам, Оксана Ивановна. Спасибо, коллеги, большое за вашу работу. Это показатель работы президента под партией «Единая Россия», независимо от их занимаемых должностей. Ну, теперь я могу свободно закрыть сессию. Сессию 14-ю. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.